Счастью нести нелегкую морскую службу. Сценарий этого военного шоу меняется каждый год. Но вот что остается всегда неизменным, так это любовь к нему горожан Владивостока. День военно-морского флота в этом году отметили в 322-й раз. И начался праздник с поднятия Андреевского флага и морского парада. 40 боевых кораблей, катеров и подводных лодок во главе с флагманом Тихоокеанского флота, крейсером «Варяг», образовали две парные линии в акватории Амурского залива. Моряки продемонстрировали элементы боевой подготовки флота. Зрители увидели уничтожение подводной лодки условного противника, работу спецназа на берегу и высадку морского десанта. За военным перформансом, в котором свои силы демонстрировали как пехота, так и разнообразная техника, следили не только обычные горожане, но и сами некогда служившие моряки, капитаны и офицеры. Для них День в МФ в первую очередь подтверждение того, что страну есть кому оберегать. Для меня это мой профессиональный праздник, которым я горжусь. И самый лучший праздник на уровне Нового года и Дня Победы. Я сам бывший офицер, заканчивал каумом, прилетел специально на праздник из Санкт-Петербурга. Будем наслаждаться этим праздником. Через 43 года. Праздник очень нравится. Военно-морской флот является неотъемлемой частью моей жизни. То есть всегда связывает город у моря. Сам служил в морской авиации. Ну, это была срочная служба давно. Очень все нравится. Спасибо организаторам. В параде и показательных выступлениях приняли участие лучшие корабли Тихоокеанского флота. Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», эскадренный миноносец «Быстрый» и госпитальное судно «Иртыш». К морякам-тихоокеанцам присоединился и учебный корабль Балтийского флота «Перекоп». Его команда, к слову, накануне совершила переход вокруг Евразии. Такой грандиозный состав удивлял горожан и своей красотой, и вооружением. Морское шоу вдобавок было насыщено концертной программой с танцами и песнями военных лет. Продолжилось празднование дня ВМФ уже на спортивной набережной, где жителей и гостей Владивостока ждали различные выступления, конкурсы и викторины. Максим Яковлев, Евгений Апарин. Новости на восьмом.